Добрый день! В этом видео мы познакомимся с простейшей математической моделью распространения заболевания. Это в известном смысле черный юмор. Целью данного видео не является создать какую-нибудь фейковую новость, посеять панику. Поэтому старайтесь относиться к этому видео спокойно и, прослушав его, вы поймете, в чем ограничение данного модели и как можно ее улучшить. Начнем сразу с того, что самыми лучшими моделями являются те модели, которые основываются на уже фактических данных распространения заболевания в других странах и сравнении ограничительных мер, которые применяются в разных странах. Такие модели учитывают больше факторов, чем данная простейшая модель, которая основана на простом прогнозировании временных рядов, которые не учитывают по сути какую-то физическую или медицинскую специфику данной болезни. Здесь данный подход вы можете использовать не только для моделирования числа болеющих, но и для других целей. И также мы познакомимся с инструментом поиска решения в Excel. То есть здесь данная модель, она больше для развития ваших навыков моделирования в Excel и применения встроенных функций и надстроек в Excel. Итак, у нас здесь в основу модели положена так называемая функция гамма-распределения. Она в зависимости от двух параметров альфа и бета, она дает у нас распределение. В сумме это распределение, то есть под вот этой вот кривой в сумме 100%. Соответственно, параметры альфа и бета, оно влияет на то, как выглядит данное распределение. Подробнее вы можете прочитать в Википедии. Дальше мы здесь уже имеем фактические данные по дням и данные по нашей модели, как гамма-распределение, умноженное на население нашего моделируемого города. Дальше, естественно, всегда у нас модель отклоняется от факта. И здесь рассчитано отклонение, и сразу мы его возводим в квадрат. Дальше мы считаем сумму квадратов отклонений. И в исходном, допустим, варианте у нас модель это неадекватная. Соответственно, мы заходим в так называемый поиск решений. То есть эта надстройка, в принципе, она достаточно просто активируется в Excel. Это бесплатная надстройка идет в Excel. Поиск решения. Значит, мы выбираем целевую функцию. Мы минимизируем квадрат отклонения между фактом и моделью. Путем изменения альфа и бета. И здесь у нас пока ограничений никаких нет. Ну, то есть, и здесь есть различные математические методы. В принципе, они сходятся, как правило, все. И от выбора этого способа решения зависит скорость, вообще сходимость и так далее. То есть, здесь, в принципе, можно ничего не менять. Вот. И у нас модель, в принципе, вот видим, что она у нас не сошлась. Да? Потому что мы что-то сделали неправильно. То есть, исходная точка, она у нас была какая-то не совсем адекватная. И модель у нас не сошлась. То есть, это вот как бы недостаток данного подхода. То есть, здесь немножко неустойчивый вот этот поиск решения в Excel. И не всегда даже можно объяснить, почему она не сходится. То есть, здесь нужно обладать специфическими знаниями. Таким образом, из некой начальной точки мы пришли в оптимальную точку. То есть, подобрали параметры 5.1 и 42. И здесь у нас минимизировалась вот эта функция. Давайте еще раз найдем решение. Возможно, оно еще будет более оптимально. То есть, здесь мы видим, что, в принципе, уже улучшений нет. И здесь, в параметрах поиска решений, мы можем посмотреть точность, которую он ищет. Просто я здесь сходу не вижу эти параметры. То есть, при каких погрешностях он перестает что-либо оптимизировать. Давайте здесь чуть сложнее построим. Ну, как правило, то есть, вот этого 0,5 процентов, то есть, это какие-то настройки по умолчанию, которые более-менее оптимальны. Итак, что же мы здесь видим по факту, да, как мы можем интерпретировать эти данные. То есть, мы пытались по вот этому левому хвосту этого распределения построить все распределение. Вы понимаете, что, ну, это не совсем точные данные. Исходные данные могут быть искажены. Потому что, по сути, это число официально как бы зарегистрированных больных, да. То есть, здесь исходные данные тоже могут быть искажены. И, естественно, будут вводиться какие-нибудь меры, которые позволят уменьшить число заболевших. Да, в данной модели они пока как бы не учитываются. Да, если мы эту модель доработаем, усложним, то, естественно, она будет более адекватно описывать реальность. Ну, а что такое истина? Истина – это соответствие между миром и сознанием. Здесь это формальная математическая модель, которая считает, что у нас вирус будет распространяться по данному гамма-распределению. Вообще говоря, это очень такое нетривиальное предположение. Таким образом, что показывает данная модель? Что у нас пик будет заболеваемости, точнее числа болеющих, да. Оно будет примерно 66 тысяч и будет достигаться в начале августа. Вот, и дальше это все будет снижать. Соответственно, данную математическую модель, если она нас как бы устраивает, мы можем постоянно обновлять с учетом появления новых фактических данных, новых каких-то там ограничительных мер. Соответственно, она все будет точнее и точнее описывать. Факт, но если у вас есть какие-то другие предложения о других математических моделях числа болеющих, то, безусловно, вы можете писать их, разрабатывать собственные модели. Вот, но надо понимать, еще раз повторюсь, что математические модели, они все-таки не в полной мере, естественно, описывают реальность. И если бы мы, допустим, могли построить математическую модель, точную курса доллара, то мы бы давно уже закупились и разбогатели. Вот, и поэтому все мы умные задним числом, а предсказывать будущее, конечно же, вещь неблагодарная. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь, что этот прогноз будет пессимистичным.